Как они соскучились по нам, да? Если соскучились, ну, Андрей, верую, верую берем. Всем привет, всем нихао. Здравейте на всички. Да, мы по всему очень соскучились. Начну сразу с этого, чтобы не забыть. Могу не липсу хты. Давно всех не видели. Удавна нас не видишь на всички ТВС. А, перевод будет. Съездили хорошо, очень понравилось. Могу не харесо. Поездка была впечатляющей. Можно немного туда? Да, туда. Поездка была очень впечатляющей. Больше много впечатляло, что путуваны. Огромные дома, огромные города, очень много людей. Огромные городовые, много хора и машины. Не очень хорошая экология. Экология-то немного добра. Сразу забегаю вперед. Когда вернулись сюда, вдохнули полной грудью морской воздух. Когда летели на самолете, там же есть функция включить камеру бортовую. Когда летели на самолете, мы можем включить камеру. И все было просто молоко. Вот серое-серое. Я не мог понять. Думал, может камера не работает. И все смотрел, смотрел. Это моя любимая функция в самолете. Я фильмы не смотрю, только вот камера. Твоя любимая функция в самолете. Я не глядам фильмы, глядам камерата. Там еще через несколько рядов дедушка тоже сидел, этим же занимался. И вот мы вдвоем сидим и ждем, когда хоть что-то появится. И когда мы приземлились, уже вышли из аэропорта, то стало все понятно. Там над аэропортом, над городами стоял просто непроходимый смог. И над летиштото имаше голям смог. Да, и вот на протяжении двух с половиной недели этот смог, он там постоянно всегда был. То есть для нас это был шок. И две седмицы, и половина бяхме там, и беше на полную силу постоянно. Да, ну ничего страшного. Мы закрыли на это глаза. Нет, затворихме очи на това. И вот, где Паша, кстати? А, вот Паша. Мы ездили втроем, Пашка с нами тоже был. Потувахме тримата с Паша. Слава богу за него, потому что если бы Паша не поехал, мы бы там просто вышли из этого аэропорта и стояли бы. Ничего не могли бы сделать. А кутой не бежит с нас, просто в шаг мы да излезем, мы отлетим что-то и не о машине что-то направим. Там же нужно сначала деньги поменять. Треба ваши да разменим паритые. Потом эти деньги закинуть на карту, чтобы ими пользоваться. На китайскую карту, которую невозможно получить просто. Невозможно да получим до колесного. Сим-карта. Сим-карта, все что? Кофе заказать даже просто, чтобы нужен QR-код, в конце концов. До поручишь кафе, треба QR-код даймешь. Но бог так усмотрел, что все было четко. Паша тоже взял себя в руки. Он был суперорганизатором просто. И бог предвидел всичку, и Паша взял вещи много организировано. Одной рукой смотрел расписание поездов, другой заказывал поезда, чтобы мы все по времени успевали. Я глядал графика на влаковые с другого торга. Там билеты на поезда скупались уже в четверг. То есть пятница, суббота, воскресенье. Билетов на поезд абсолютно нет, чтобы куда-то поехать. Четверток вечер всички в билете бяха закупене. Ты купил билет в пятницу в субботу неделю вечернем на свободном билете. Что еще? Ну классно все было. Мы вот на самом деле ролик готовим, чтобы все показать. Подготовим одну клип, чтобы покажем. И скорее всего вот здесь тоже будем его показывать. Может быть только что его покажем, чтобы было интересно. Да будет интересно. А может быть просто ссылку кинем. А может просто что-то противник. Не знаю, еще не придумал. Вот. Слава богу за эту поездку. Очень много новых впечатлений. Слава богу за твою опыту. И очень много впечатлений. И действительно эта поездка показала, наверное, какие-то свои личные границы. Что вот есть куда стремиться. Что вот язык надо изучать. Как-то расти над собой. И теперь хочется поехать в южную часть. Потому что там, судя по экологической карте, лучшая обстановка в этом плане. Сыгане с искала уйти дома в южную часть. Меньше смога, больше растительности. Там экология эпохубова. Има повече растения. Ну в общем, как-то так. Слава богу. Спасибо. Слава богу. Ну я кратко добавлю. Изначально был план такой, что мы едем в пригород Китая. И имах мы план, да утидем в небо в Китай, до некого краеградника, где да утидем. Да, чтобы посмотреть на настоящую жизнь простого народа китайцев. Да, поглядем истинские животные китайцы. И меня это шокировало. И я сбегла в шок. И человек довольно спокойный, тихий. А сам спокойный, тихий человек. А там наоборот. А там наобратно. Из каждой кафешки, а их там просто тысячи. И махиляди кафенета. Громкоговорители с рекламой. Высокоговорители с рекламой. Да. И они записывают на громкоговорители эту рекламу. Записывают на высокоговорители тази рекламу. И вы представляете, 24 на 7 в уши долбят одно и то же. И цяуту денуноште едно и сыщут указывать. Да. И просто ты идешь и шум везде. Идти в рвеши на всякадай шумну. А запах. А мерис. Лапши. На... И не только. На храната. Да. Это очень специфичная страна. Твоя много специфичная держава. Абсолютно другой мир. Многу друг свят. Если хочется настоящей азиатской экзотики, рекомендую ехать не на Бали. Причем доходите не на Бали. Не в Южную Корею. Не в Южную Корею. Не в Японию. Не в Японию. А где-то в пригород Китая. А не в Китай. Где-то там недалеко от Пекина вас ждет экзотика. До Пекина. Учак в экзотика. Но я пойду готовить вкусный суп, который не могу никак наесться нашей европейской еды. А еще мы очень по вам соскучились и очень рады наконец-то вернуться домой. Так что слава Богу за эту поездку. Еще хотим изведывать такие вот миры. Другие народы, нации. Другие народы, нации. Все снимали и все покажем. Да, после что покажем всичку. Спасибо. Слава Богу.